Собаку Нею выбросили из дома. Ей отстегнули ошейник, перед ней открыли входные двери и выгнали в подъезд. Несчастное животное не могло понять, за что с ней так поступили. Она ничего не разбила, не погрызла. Разве что Нея была уже старенькой. Собака немного поскулила и улеглась на соседний коврик. Нея с грустью смотрела на закрытую дверь. В этой квартире прошла почти вся её жизнь. Сюда её принесла хозяйка, когда она была ещё щенком. В этой квартире Нея несколько раз ощенилась, а теперь её не пускают. Потом хозяйка вышла с багажом, собака встала на лапы, но женщина прошла мимо, делая вид, что она не видит животное. Несколькими часами позже из соседней двери вышел молодой человек. Он случайно дверью толкнул собаку, и та свизгом отбежала. «Эй, Нея, не бойся», — сказал Даня. «Ты что потерялась? Давай позвоним в твою квартиру, обрадуем хозяйку». Он долго звонил. Однако никто дверь ему не открыл. Тогда Даня позвонил в ещё одну квартиру, которая была на их этаже. Ему открыла пожилая дама, Зинаида Прокофьевна. «Вы не знаете, где Елена Николаевна, хозяйка Неи?» — поинтересовался молодой человек. Пенсионерка рассказала ему, что она собиралась к своей сестре в соседний город. «И, скорее всего, Леночка не будет возвращаться. Она говорила, что продаёт квартиру и уже даже нашла покупателя», — сказала Зинаида Прокофьевна. «А как же собака?» — удивился парень. Дама только пожала плечами и закрыла двери. «Ясно. Ты, Нея, никому не нужна», — вздохнул Даня, глядя на собаку. Молодой человек снимал квартиру. Хозяйка запретила иметь ему животных, поэтому оставить собаку он не мог. Парень обзвонил несколько приютов для животных. Но все они были переполнены и взять на её не могли. Тогда парень набрал номер телефона хозяйки своей квартиры и сообщил, что будет срочно съезжать. «Почему такая срочность?» — поинтересовалась владелица квартиры. Даня рассказал историю про нею и о том, что решил оставить собаку себе. Пару секунд хозяйка молчала. «Ладно, Даня, оставайся, но если с квартирой что-то случится, ремонт полностью за твой счёт!» Услышал он в трубке серьёзный голос. Молодой человек улыбнулся и согласился. После того, как он положил трубку и обнял собаку, Нея поняла, что теперь у неё новый хозяин. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok